здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я показываю сборку 3d торта букет как правильно это сделать во первых первейшая задача как вид этого букета сделать максимально натуральным чтобы он не был квадратным треугольным а именно таким как он и должен быть покажу какие коржи правильно выбрать именно для шоколадного торта букет в данном видео я собираю торт марс то есть торт не совсем простой потому что не просто коржи крем коржи крем мы собираем а мы будем собирать именно с карамелью как правильно расположить эту карамель как сэкономить крем в этом торте чтобы не было нас лишнего расхода все покажу и расскажу в данном видео коржи к данному торту я выпекала в предыдущем видео это шоколадный бисквит с идеальной текстурой который очень хорошо подходит именно для 3d тортов он не содержит себе никаких дырочек он идеально нарезается превосходно держит форму минимальное количество крошек у него при нарезании ссылочку как я его готовил оставлю вам в описании к данному видео все четыре коржа я сложилась сейчас стопочкой и начинаю сразу таким образом их нарезать уже в нужной мне форме ничего здесь не отмеряют все делаю на глазок то есть нож я держу вот смотрите под таким наклоном чтобы нижний корж у меня был немножко шире чем верхней потому что у меня вся эта конструкция должна уходить как бы на такой конус потом когда он уже будет у меня собран и сейчас верхнюю вот эту вот пластинку прикладываю уже к следующей стороне очень удобно чтобы все было симметрично и следующую сторону уже вырезаю по вот этой боковой пластине и также немножко на конус срезаю делается это элементарно просто и быстро если вы новичок размечайте себе линейкой у меня огромный опыт в сборке 3d тортов поэтому я уже делаю все на глазок но показываю здесь вам схему как это сделать теперь вот эти обрезочки будем укладывать уже наверх это всегда очень практично бисквит этот нежнейший на вкус его можно в принципе есть без пропитки даже но я буду пропитывать потому что торт у меня будет марс там по рецепту идет большое количество крема и карамели я буду немножко редуцировать и количество крема и количество карамели соотношение с обычным круглым тортом в рецепте но 3d торт не должен при этом страдать и поэтому коржи будем делать более максимально влажными я буду пропитывать на всякий случай потому что 3d торты они все-таки часто кажутся людям что они суховаты я стараюсь всегда этого избегать именно сухости 3d тортов я сама этого не люблю я считаю что торт должен быть тортом и невзирая на его форму вкус этого торта не должен от этой формы никак страдать сейчас я примерно собираю вот эти вот все обрезки как вы видите никакой здесь бисквитной кашицы я намешивать не буду я стараюсь всегда максимально большое количество испечь лучше бисквитов но чтобы у меня все-таки коржи все прослеживались в торте и не было вот такой бисквитной каши там в торте я это очень не люблю поэтому стараюсь всегда в сборке делать именно коржи сейчас я просто так схематично пока для себя вот так вот на метку сделала и сейчас буду обрезать то есть вот это перемычка там где у нас веревочка обычного букета где связывает сам букет вот эта ниточка она очень высокая и и обязательно нужно срезать чтобы там было более тонкая такое основание у неё вот это первая грубейшую ошибка который особенно начинающий кондитеров сборки букета допускает то есть этого делать нельзя ее обязательно нужно срезать эту серединку и начинаю выравнивать вот эти вот боковины и видите я постоянно укладываю как бы на конус все это чтобы вот округлость было потом у нас при сборке и как вы заметили я сначала обрезаю все коржи для чего я это делаю чтобы сэкономить потом крем чтобы крема расходовать только нужное мне количество сейчас перевернула всю эту конструкцию вверх ногами чтобы мне удобно уже было брать коржи и собирать с ними торт на подложку наношу минимальное количество крема и укладываю туда уже нижний корж пропитываю обильно его молоком торт у меня будет марс он должен быть буквально тающим во рту как готовится торт марс есть на моем канале ссылочку на то приготовление на тот рецепт конечно же я вам оставлю в описании к данному видео и количество продуктов именно на этот большой торт я вам тоже оставлю полностью в описании к данному видео то есть бисквит я здесь в принципе готовила большой крема я готовил двойную порцию от того маленького тортика который у меня 20 сантиметров в диаметре круглый и карамели я тоже готовила двойную порцию карамель наносим не сплошным так сказать вот потоком а именно такой сеткой почему потому что 3d торт чтобы она у нас не вытекал ни в коем случае с коржей пропитываем крема тоже всегда в 3d тортах наносим не такое чересчур большое количество потому что 3d торт есть 3d торт именно из-за этого я обильно пропитываю коржей чтобы в принципе сами коржи уже были нежнейшими в этом торте и карамель как я уже сказал наношу только сеточкой иначе она просто будет вытекать здесь и и все равно очень большое количество она очень чувствуется во вкусе и очень важно здесь убирайте сразу вот эти излишки крема чтобы у вас была чистая заготовочка всегда не важно делаете вы для себя на заказ как угодно но чтобы вы работали сразу с чистой заготовкой крем холодный карамель у меня тоже после холодильника то есть продукты должны быть охлажденными чтобы у вас 3d торт сразу собирался и как бы сразу вот эти все ваши начинки схватывались между собой это очень сильно облегчает работу без разницы в зимнее время в летнее время но чтобы все это было охлажденным и сейчас уже вот это вот часть пошла торта где я срезала серединку у этого коржа и вот таким образом я выкладываю сейчас в последующих уже маленьких так сказать коржах я карамель наношу буквально под каждый вот этот вот отрезочек это я показываю для новичков специально чтобы у вас не вытекала карамель из-под коржей если вы вдруг захотите собирать торт марс именно в 3d торт также вы можете туда орехов добавить у вас будет торт сникерс уже не нужно все заливать допустим этой карамелью или какой-то ягодной начинкой чтобы у вас каждая порция начинки распределялась именно под этот обрезочек бисквита вот это очень важно в 3d тортах также наношу крем сверху крем я здесь не взвешиваю я его примерно ложками измеряю то есть все делаю на глазок потому что у меня огромный уже опыт если вы новичок делайте тогда все на весах чтобы вам не ошибиться и видите у нас в принципе весь бисквит расходуется и предыдущем видео я показываю как осталось у меня там шапочка здесь эта шапочка мне тоже пригодится я тоже буду ее использовать в этом торте и смотрите очень важный момент фронтальную часть торта то есть переднюю я ее делаю уже сразу как бы тоже на конус потому что у меня на ней впоследствии будут располагаться розы то есть по сути сами цветы и вот это очень важно потому что цветы не должны быть как бы на отвесной этой скале они должны быть на таком пологом основании сейчас видите сверху как бы квадрат закрываю его тоже обязательно шапочкой и видите карамель наношу уже непосредственно под этот клочок бисквита то есть чтобы ничего не вытекало лишнего сейчас на данном этапе меня уже устраивает в принципе формы этого торта нигде никакой бисквитной каши здесь я не делала как вы видите даже в мелких деталях у меня используются коржи вот эту кашу который часто используют в сборке 3d тортов я советую избегать потому что он должен быть красивым как снаружи так и внутри я сейчас убрала излишки крема вот так прошла шпателем по всему торту весь торт я сейчас обмотал пищевой пленкой и убрала его на несколько часов в холодильник в холодильнике он у меня очень хорошо отстоялся торт прекрасно держит форму как вы видите карамель нигде не вытекла сейчас я удаляю с него пищевую пленку и буду покрывать его не шоколадным ганашем а именно масляным шоколадным кремом на сгущенном молоке готовится этот крем элементарно я здесь брала 300 грамм размягченного сливочного масла и 300 грамм сгущенного молока с сахаром обычной сгущенки и добавила туда еще две столовые ложки какао у меня получился превосходный крем почему я здесь использую именно этот крем они ганаш ганаш очень быстро застывает с ним мне допустим будет тяжелее работать на такой форме этим кремом мне гораздо более удобно работать и поэтому я использую здесь именно такой крем но это на ваше усмотрение вы можете также использовать шоколадный ганаш для покрытия таких шоколадных тортов так мне нравится по вкусу гораздо больше нежнее вкус получится покрывать я этот торт буду белково-заварным кремом украшать украшение уже покажу в последующем видео сейчас я обязательно покрываю масляным кремом весь торт даже фронтальную переднюю часть то есть мне это нужно сделать обязательно чтобы лишняя влага потом не выходила к белковому крему чтобы белковый крем ни в коем случае не разжижался на торте таким образом торт будет превосходно держать форму вот в таком виде я сейчас убираю его буквально на час в холодильник и на него уже можно будет смело наносить белковый заварной крем как сделать такую подложку для этого торта есть подробнейшие видео на моем канале ссылку на это видео я вам оставлю в описании к данному видео подложка здесь у меня большая 51 на 37 сантиметров делала я ее сама цвету подложки у меня именно такой который нужен мне был для моего будущего торта для этого декора сам бисквит у меня нижняя его часть 34 сантиметра в длину чтобы вам сориентироваться и 24 в ширину я вот эти коржи такие выпекала то есть торт вот такого размера 34 сантиметра в длину плюс будут сейчас еще цветы вот так я впоследствии буду украшать этот торт вот такая композицию меня в итоге получится это я уже буду показывать рассказывать все подробно в последующем видео делается все здесь очень просто несложно все детали буду рассказывать объяснять следующем видео и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео